добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем неконтекстуальный разбор первого послания петра 1 главы сегодня мы говорим о 11 стихе они то есть пророки старались понять на какое время и на кого им указывал находившийся в них дух христа заранее свидетельствовавший о предназначенных христу страданиях и о последующей за ними славе ветхий завет ответил ну практически на все вопросы связанные с миссией где он должен родиться в какой семье при каких обстоятельствах как он должен прожить жизнь где путешествовать и каким образом должен умереть практически все вопросы связанные с миссией имеют свои ответы кроме двух которым апостол петр говорит посвятили себя пророки ветхого завета которые заранее вот все эти же вещи и предсказали пророк это человек который является человеком полноты то есть если ты следуешь писание и внутри тебя есть некая неудовлетворенность от того что ты не получил полноты ответа или на все вот вопросы ты получил ответы ты не можешь успокоиться до тех пор пока ты не получишь эти ответы вот это и есть знаете вот этот вот внутреннее состояние пророка человека который не удовлетворен полу мерами который не удовлетворен полу ответами настоящий пророк всегда ищет и пророки ветхого завета получив все данные о том кем будет спаситель когда он придет где родиться и так далее не получив два ответа продолжали их искать и петр пишет первое когда это произойдет и второе кто же конкретно это будет сегодня евреи чуть ли не в каждом прохожем раввине более или менее праведным более или менее сведущим в писаниях видят миссии они сидят на могилах ожидая когда пройдет какое-то время и воскреснет ли если он не воскресает это не он мы с вами приняли поверив увидев исполнение практически всех пророчеств об иисусе ну кроме пророчества во втором пришествии в ешо машехи и мы стали тем самым христианами но кто-то продолжает искать кто-то продолжает искать потому что он так и не получил ответ на эти два вопроса поэтому когда мы говорим о евангелии когда мы говорим о проповеди людям о спасении для этих людей очень важно чтобы мы с вами будучи людьми пророческого духа дали ответ на эти вопросы то есть мы сказали что когда он уже приходил и кто это был конкретно это был ешо машех сын марии иосифа и могли аргументированно писанием показать это вот пророки хотели знать это но не узнали мы с вами знаем ответы практически на все вопросы как минимум на эти два мы точно знаем ответ и если мы с вами не пророчествуем об этом если мы не открываем людям вот ту самую истину об иисусе что это именно он тот самый машех тот самый помазанник тот самый самый христос которого ожидали евреи и по сути наверно весь мир то у нас нет этого пророческого духа поэтому если вы хотите быть пророком должны быть проповедником евангелия исследователем а